Всем привет! Нахожусь в Сочи и сегодня хотел бы разобрать стих 1 Иоанна 1.9 Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нас от всех прегрешений наших Хотелось бы сказать, что есть два вида греха И первый грех это первородное, об этом я говорил позже Это грех, когда ты живешь независимо от Бога Второй грех, это грех нашего характера И здесь надо всегда понимать, что чем дольше человек жил во грехе В каком-то, или был в каких-то зависимостях То ему достаточно сложно справиться со всеми этими зависимостями И он периодически падает Алкоголики начинают пить, блудники ему иногда падают Наркоманы иногда возвращаются в наркотик В общем, человек гневливый, не может сдерживаться и начинает орать на людей Кто-то не может освободиться от матершинных слов и так далее, так далее, так далее Даже почему это происходит? Потому что мы должны всегда понимать Апостол Павел говорит, бедный я человек Чего хочу делать, не делаю, чего ненавижу делать, делаю Надо всегда знать, что в нашей жизни, когда мы дольше жили во грехе Если особенно 30 или 40 лет нам, или 50 лет То изменение характера и изменение каких-то привычек происходит достаточно болезненно И стоит немножко не пободрствовать Или духовно не помолиться, не действовать Ты смотришь, опять ты попал в те же самые сети В общем, вы, ребята, знаете ваши слабые места Вы знаете, на чем вы постоянно спотыкаетесь И Писание говорит, что есть люди, которые хромают на одно А есть люди, которые хромают на оба колена И вот здесь заложена часто ловушка сатаны Ловушка сатаны заключается в следующем Что кажется, что ты уже 3, 4, 5 или 20 лет уже в Господе И настанет такой момент, когда ты полностью освободишься И станешь таким совершенным И потом раз смотришь, опять упал И дьявол тут же приходит в осуждение Он засудает тебя через твою совесть И ты себя чувствуешь, как человек, будто попал в помои Будто вот грязным И ты сам осуждаешься и думаешь Ну что уже лицемерить или еще что-то Не получается Но в обращенных это тоже часто касается внутреннего осуждения Что я не могу, я не могу вылезти из этого Но также осуждение идет и со стороны людей Поэтому именно в 8.2 написано Нет ныне осуждений тем, кто во Христе Иисусе живут Ну что Писание говорит 1 Иоанна 1.9 Что нам надо всякий раз, когда мы спотыкаемся или падаем Просто вечером исповедовать свой грех И сказать, да, Господь я вот в этом еще согрешил В этом согрешил, в этом согрешил И Господь, зная, что ты их хочешь Ну, бывают разные ситуации Бывает не пободрствовал и попал в ловушку Все попадали Давид попадал Авраам попадал Из-за своей страха и трусости Ученики тоже попадали Даже Петр попал, сказал Я не знаю Иисуса, да Я не знаю эту церковь Я вообще, ну, как бы вне политики и так далее То есть Мы будем ошибаться Потому что грех нашего характера Это будет длиться за нами всю жизнь Но какой же способ Действительно жить без осуждения Это постоянно исповедовать Пред Господом свои прегрешения Почему надо исповедовать? Потому что когда мы согрешаем Мы теряем радость спасения Мы теряем радость мира То есть мы теряем присутствие Царства Божия Праведность, радость и мир И, естественно, вот я не говорю о том Что теперь мы можем все время грешить Но я хочу вас, чтобы вы не жили в осуждении Чтобы вы всегда имели Царство Божие внутри вас Но чтобы преодолеть Нужно каждый день бодрствовать А как лучше всего бодрствовать? Утром просуньтесь И послушайте слово вашего пастора Вечером засыпайтесь Послушайте слово вашего пастора Пока вы еще духовно не сильный, не крепкий Вам лучше находиться в течение своей церкви В течение своего священника Слушать голос своего священника Читать Библию, также молиться И анализировать Почему вы попали В какие ловушки вы попадали И потом уже в следующий раз Может быть В те места не ходить С теми людьми не общаться Или вести себя совсем по-другому Как Давид однажды сказал Не делай меня очень богатым И не делай меня бедным Потому что когда я бедный Я начинаю воровать А когда я богатый Я про тебя забываю Он знал свое состояние Он знал свой баланс Если вам понравилось это послание Сделайте несколько комментариев Поставьте лайк Сделайте перепост Подписывайтесь на инстаграм Потому что Самые свежие новости Я делаю у себя в инстаграме Благословения вам